Дорогие друзья, давайте останемся перед прочтением Туры. Благоценный Господь, дающий Тору. Амин. Присаживаемся. Дорогие друзья, сегодня, кто не знает, мы вместе со всем еврейским миром открываем Тору. Сегодня мы будем изучать один из 54 разделов Торы, который называется Вайгель. Это шмот или исход, 35 глава, 1 стих, 38 глава, 20 стих. Вайгель в переводе и собрал. Там написано, в первых словах написано, и созвал, вернее. Здесь написано и собрал, на иврите и созвал. Итак, сегодняшняя глава. Центральное слово этой главы, скиня или мешкан, место, где обитает Бог. Если кто внимательно читает книгу Шмот, он видел, что в 21 главе книги Шмот Бог сказал, и принесите мне приношение, и создайте мне святилище, где я буду обитать среди вас. И сегодня в 31 главе мы увидим, как это слово исполняется. Ранее он сказал, каким образом должно быть собрано, создана скиня. А здесь мы видим, как она созидается. Скиня, давайте мы вспомним, или мешкан, давайте мы вспомним назначение этого небольшого помещения, скажем, оно было достаточно небольшим. Это место, где обитал, это невообразимо святое место, даже можно сказать, где обитал невообразимо святой Бог среди своего народа. Оно находилось посередине лагеря во время скитания в пустыне, и затем посреди Израиля, когда Израиль вошел в обетованную землю. Скиня, это было единственное место, где человек мог встретиться лицом к лицу, мог встретиться, условно, в духовном плане, мог встретиться с Богом. В течение своей жизни человек, он находился, имеется в виду израильтянин, еврей, он находился на том месте, которое было предназначено для его колена, но три раза в году каждый еврей должен был прийти в это место, где находилась киня, где находился жертвенник, и встретиться с Богом. Это было желание нашего Бога. И это было, конечно, великое чудо, что Бог, сотворивший небо и землю, Бог, который сотворил эти великие созвездия, он желал обитать среди своего народа, и он желал встретиться не просто с народом, он желал встретиться с каждым человеком лично. Для меня это просто великое чудо, которое я переживаю вновь и вновь. И я хочу сказать, что это было место, в котором человек, чтобы прийти в это место, человек должен был пройти определенный путь, а перед тем, как пройти в путь, он должен был собрать десятину, одна из трех десятин евреев, она предназначалась специально для того, чтобы у него были средства идти в путь, значит, три раза в году. И он проходил этот путь, и он приходил к этому месту, и он осознавал, он получал истину о том, кто есть Бог, святой, Бог отделен от всякого греха, от всякой неправды, Бог праведный, Бог справедливый, и Бог судья всей земли. Он осознавал это, и он понимал, кто он такой. Это было единственное место, где человек понимал, что он грешен, он понимал, что он запачкан. Скиния, значит, она давала именно Бог, и в том числе и через образ скини, он давал понимание чистоты. То есть человек, он, еврею, не надо было после каждого греха бежать в Иерусалим и резать там овец для того, чтобы получить прощение Божье. Это он получал по молитве своей. Но приходя к Богу, человек осознавал, что несмотря на то, что он и хороший, несмотря на то, что он помолился и попросил прощения, все равно он грязный, он запачкан. И он должен был получить очищение с помощью… Ну, первое, он понимал, что он запачкан внешне, потому что он соприкасался с этим грязным миром. И он получал ритуальное очищение через омовение, пепел рыжей чилицы. И он понимал, что он запачкан внутри, и чтобы получить это очищение изнутри, это покрытие, даже не очищение, только кровешу оно приносило очищение. Но именно кровь этого жертвенного животного, он покрывал его грехи внутренние, то есть его, скажем так, нечистую внутренность перед Богом, и он мог приходить к Богу, приносить ему жертву, всесожжение, жертву мирную, и он мог в скине собрания или возле нее, он мог иметь вечерю с ним, как образ будущей вечерей. Это было святейшее место, это было место обитания Бога. И мы посмотрим, то есть то, о чем я хочу сегодня говорить, я хочу как бы показать, как Бог видит место своего обитания, и как оно должно устрояться. И собрал Моисей все общество сынов Израилевых и сказал им, далее смотрим 5 стих, это 31 глава, 5 стих. «Сделайте от себя приношение Господу. Каждый по усердию пусть принесет приношение Господу золото, серебро, медь, шерсть голубую, пурпурную, и червленого цвета, и весон, и козью шерсть, кожи бараней красной, и кожи синей, и дерево сетим, и елей для светильника, и ароматы для елея помазания, и для благовонных курений, камень оникс, и камни вставные для юфода и наперстника, и всякий из вас, мудрый сердцем, пусть придет и сделает все, что повелел Господь». И далее мы смотрим стих 21-35 главы. «И приходили все, которых влекло к тому сердцем», обращайте внимание на слова, да, «всем, кого влекло к тому сердце, и все, которых располагал Дух, и приносили приношение Господу для устроения скини и собрания, и для всех потребностей ее, и для священных одежд». Далее ниже 25-й стих. «И все женщины, дорогие женщины, мудрые сердцем, придя, пряли своими руками и приносили пряжу голубого, пурпурного, червленого цвета и весон, и все женщины, которых влекло сердце, умевшие прясть, пряли кожью шерсть, и все мужья, и жены, и сынов, я верю, что и дети, у которых там было золотишко, которое им подарили на день рождения, тоже приносили это все, которых влекло сердце, приносили на всяком месте». И написано, что столько принесли, что в конце концов сказали, хватит уже, уже достаточно. И тогда и стал работать, веселил, и оголяв, и всем мудрым сердцем, которым Господь дал мудрость и разумение, чтобы уметь сделать всякую работу, потребную для святилища, как повелел Господь. И вот это 36-й главу я уже начал, и 36-й глава, 12-й стих. И далее несколько глав описывается, как все устрояется. Друзья, опять, это все по повелению Бога, который сотворил небо и землю, который устроил небеса, понимаете? И ему важно, это место, где он будет пребывать, ему важно, как оно устроено. И смотрите, меня это место очень тронуло. Значит, они написано, соткали там, соткали полотна, да, это 12-й стих 36-й главы. 50 петель сделал он, значит, у одного покрывала, 50 петель сделал в конце покрывала, где оно соединяется с другим петлей си, соответствовали одна другой. И сделали 50 крючков золотых и крючками соединил одно покрывало с другим, и стало скинье одно целое. Здесь все описано, какие шесты, у каждого шеста было свое место, они все соединялись, и написано, сколько там, какие там крючочки и так далее. Все это описано очень подробно. Почему это описано подробно? Потому что Богу это было важно. Бог что-то хотел сказать нам. Он хотел сказать через эти тысячелетия. Он что-то хотел сказать нам, чтобы мы, верующие, бритха даша, верующие Нового Завета, мы увидели те принципы, о которых Ишуа сказал, я пришел исполнить эти принципы. Мы помним это, да? Он говорит, вы видели, что все писание, то есть Тора, она обо мне, она пишет обо мне. Я пришел исполнить то, что говорится в Торе. И мы посмотрим, как это святилище, где Господь желает обитать. И мы смотрим сейчас, изменился ли Божий принцип построения его святилища в наше время. Вопрос риторическим, что мы понимаем, что Господь не меняется, его принцип не изменился. Но я подтверждаю из Ефесянам, глава 2, 19-22 стих. Итак, вы уже не чужие, не пришельцы. Здесь он обращается к Ефесянам, это из язычников, да? Но сограждане святым, то есть евреям, и своим Богу, были утверждены на основании апостола и пророков, имея самого Иисуса Христа, краеугольным камнем, на котором, то есть на Иисусе все здание, слагаясь стройно, возрастает святой храм в Господе, на котором и вы устрояетесь в жилище Божье Духом. То есть он говорит, что вы, из вас слагается все здание, которое основано на Ишуа, да? Вот, значит, и возрастает в святой храм. И здесь слово храм, оно подобно скинии. Это внутренняя часть храма, где обитает Бог. Это скиния, другими словами. То есть вы, то есть община, значит, вы есть храм. Ну, мы знаем это, это как бы общеизвестное место, да? Вот, значит, и мы об этом знаем. Значит, но вот это вот скиния, оно настолько важно для Бога, вот это вот место, где он близко-близко с каждым человеком может встретиться, что в Откровении, в 21 главе Иоанн пишет, «И увидел я новое небо и новую землю, бо прежнее небо и прежняя земля миновали, и моря уже нет, и я, Иоанн, увидел святой город Иерусалим, который новый, сходящий от Бога с неба, приготовленный как невеста, украшенная для мужа своего. И услышал я громкий голос с неба, говорящий, «Сесть киняя Бога с человеками, и Он будет обитать с ними, они будут Его народом, и сам Бог с ними будет Богом их». Друзья, скиния, она проходит через всю Библию, это сердцевина Божьей мечты, понимаете, Он хочет иметь с нами эту скинию, это место, где мы будем всегда с ними обитать. Он хотел это во времена Моше, Он хочет это сейчас, и Он хочет это, когда минует даже земля и небо, они придут. И как же в наше время, как мы должны устроять, как нам нужно устроять наш дом, эту скинию с Богом? Пожалуйста, официально 4 глава, 11-16 стих, это тоже известное место, но давайте мы прочтем его по-новому, давайте мы пропустим это слово сейчас через сердце, мы увидим духовным своим взором. И Он, то есть Бог поставил, то есть Ишоа, Он поставил одних апостолами, в другом месте в переводе Валерия Грома, мне нравится, Он даровал. То есть Ишоа, Он даровал нам, поставил одних апостол, других пророками, иных евангелистами, иных пастырями и учителями, это подарки для Божьей общины. Для чего? К совершению святых, на дело служения, чтобы каждый служил для созидания тела Христова. Доколе все придем в единство веры и познание Божие, то есть когда мы все будем знать слово, когда мы не будем шататься, мужа совершенного в характере, в меру полного возраста Христова, дабы мы не были более младенцами колеблющимися, увлекающимися всяким ветром учения, по лукавству человеков, по хитрому искусству обольщения. Но истинную любовь и все возвращали в того, который есть глава Христос, из которого, то есть Ешуа, все тело, то есть наша община, составляемая и совокупляемая посредством всяких взаимно скрепляющих связей, при действии в свою меру каждого члена, получает приращение для созидания самого себя в любви. Друзья, что-то изменилось вообще? Мы читали вот 36-ю, 35-ю главу. Что-то изменилось вообще в принципе построение? Вы видите, что здесь тот же самый принцип? Каждый крючочек к крючочку, покрывало к покрывалу, шести к шесту, понимаете? И каждый, мы написано члены, то есть это мы, это община. Ничего не изменилось, друзья. И мудрые сердцем, пожалуйста, апостолы, значит, пророки, евангелисты, пастыря, учителя, они тоже нужны для созидания, да, скинии. И мы сами тоже являемся частями, частями этой скинии. И написано, что каждая часть, она не сама по себе. Аминь. Каждая часть, она взаимосвязана, друзья. Крючочки, вот эти вот петелки, понимаете? Бог, он не видит своих детей в обществе свободных радикалов. Это химическими терминами. Он не видит их в виде комет, которые врываются сюда, блеснут и куда-то улетают, и ты опять не видишь месяцами, а то и годами братьев и сестер. Он видит нас, он видит каждого из нас. Друзья, давайте мы получим как бы это откровение, что Бог видит свою общину только взаимосвязанную, понимаете? Только именно вот это. Все, каждый, каждый на своем месте, и каждый имеет взаимоскрепляющие связи. Аминь. Ну, знаете, люди часто придумывают себе свое понимание как бы общины, да? Ну, общеизвестное, что ну, не обязательно быть членом общины, но ты знаешь, иметь Бога в сердце. Ну, сами понимаем, на какого уровня это как бы откровение. Ну, есть и более как бы такое развитое, в кавычках, конечно, откровение, что зачем нам нужны пастыря и учителя, потому что ну, мы все священники, ну, типа, уже как бы не надо, давайте сядем в кружочек, ешу посередине, ну, и будем здесь как бы вот таким вот образом строить общину. Ну, Бог так не видит, друзья. Мы же прочитали только что, да, взаимоскрепляющие связи при участии тех, кого Бог поставил. Для чего? Для созидания. Нужно для созидания, чтобы это было. Или такое понимание иногда бывает, знаете, вот община должна быть какой? Вот я прихожу, и здесь меня берут на руки, и носят меня, и кружат меня, и кругом любовь, любовь. Вот, значит, ну, я утрирую, конечно, но не намного утрирую, но есть такое представление. Но на самом деле, друзья, давайте мы увидим вот этих вот, этих жен, да, которые несли, этих мужей, которые несли. Друзья, община, она созидается, когда мы каждый приносим что-то в общину. Аминь. Поддержите меня. Мы должны приносить, не то, что там должны, я не люблю этого слова, оно исходит от нашего, из нашего естества. Если скажет, ну, Сергей, тебе есть что принести, ты там слово можешь говорить. Ну, друзья, ну, слово говорит о том, что Бог каждому раздал дары. Не верите мне, пожалуйста, первокористеном читайте, и вы увидите, что у каждого есть дары, каждому есть что принести в эту общину. У тебя есть золото твоей души. Почему я говорю золото? Потому что, испытай меня, ну, говорил Давид, по-моему, да, говорит, я выйду как золото. Значит, каждый может принести серебро, слово Божье. Почему серебро? Ну, потому что слово говорит о том, что слово Божье, оно как серебро, очищенное в гарниле, семь раз переплавленное, оно чистое. Каждый может принести красоту своей души, медь своих усилий человеческих, да, и может принести финансы дерева сетим. Почему дереве сетим? Ну, у меня такой образ пришел, потому что, ну, финансы, они же деньги, они же делаются из дерева, в конце концов. Вот, это все нужно, все нужно для созидания общины Божьей, и каждый, и каждый может принести, и тогда община, она будет созидаться, и тогда будут созидаться взаимоскрепляющие связи, и тогда, значит, мы поймем, что если мы получим это откровение, да, о том, что, вот как, что мы строимся, как община, еще раз, я повторю этот образ, крючочек к крючочку, да, петелочка к петелочке, шести к шесту, да, вот, и она, написано, созидается, получая, ну, образ Брит Хадаша, он немножко по-другому, он в виде храма, в виде живых камней, которые получают от Иешуа превращение в любви, и храм возрастает, достигая все новых и новых вершин. Друзья, да благодаря всех нас, Господь, именно в движении, в этом движении, в Божьем видении, Его общины. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok